Продолжение следует... 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 а мы уже своими силами выполним поручение примара. Тем более, что его распоряжение было о том, чтобы в городе наладить освещение. Освещение города передано на баланс примарии, поэтому это, так сказать, прерогатива примарии. Зибилий к этому на сегодняшний день не имел никакого отношения к электросетям примарийским. Просто у нас были два электрика, поэтому с их силами мы могли выполнить любую работу примара. Что мы и сделали. Мы установили лампочки на светофорах, и все, претензий, вопросов не было. Я написал это примару, письмо. Примар на моем письме написал братану Георгию Николаевичу отозвать с отпуска в связи с проведением работ по городу. В связи с срочным проведением работ по городу. Он мне дал такой ответ. Вот поэтому я и был уволен. Раньше у меня был выговор и строгий выговор. И вот этот сейчас. Георгий Николаевич, как вам кажется, не могу не спросить, может все-таки проблема заключается не в этих каких-то там деталях рабочих, а больше какая-то что-то на эмоциональном уровне может у вас происходить с господином примаром? Ну я должен, раз я уже на телевидении, я должен напомнить, что я был уволен в 2011 году. После примарских выборов, что интересно, на третьей планерке что ли господин Арманжи объявил, братан, или увольняйтесь, или уходите, или уйдем. На что я ответил, с чего бы это вдруг так? Ну, мне не нравится ваша работа, пишите заявление и уходите. Я сказал, если вы меня собираетесь увольнять, то увольняйте меня в соответствии с законом, иначе я буду подавать в суд. Вот после этого, это было на второй, на третьей планерке. Человек еще не знает, как я работаю, не знает, справлюсь я или не справлюсь. Но ему кто-то подсказал, что вот он не справляется, его надо уволить, надо взять другого человека. Ну, что из этого вышло? Значит, я прогулял, вынужден был прогулять, 7 месяцев, и был восстановлен на работе, был восстановлен на работе, вот решение именем закона, революционная часть, вот, был восстановлен на работе, решением суда Чадерлунского, потом это решение Чадерлунского суда подтвердила апелляционная палата Камрата, вот, вот, пожалуйста, значит, признать незаконным распоряжением примара от 11 августа, отменить как незаконное распоряжение примара. Значит, что мне заплатила примария? Всех волнует этот вопрос. Что мне заплатила примария? Вот показываю и говорю. Значит, первое, это возмещение морального ущерба, 7 тысяч леев, компенсация за время вынужденного отсутствия на работе в размере 38 940 лей, судебные расходы по юридической помощи адвоката 2000 лей, значит, госпошлина, госпошлина 1168 лей, и снимущая часть исковых требований сумма 100 лей. Значит, итогово получается около 49 тысяч лей, там, без 800, почти 49 тысяч, 49 тысяч 268 лей получается. Вот такая сумма получается. Значит, эта сумма была взыщена с примарии, значит, я получил только 7 тысяч, 38 940 и 2 тысячи адвокатские. Я получил где-то 47 с чем-то. Вот это так обошлось. Но я был восстановлен, потому что я был прав. Потом мы хорошо работали, находили общий язык, я старался выполнять все указания примара, но прошло некоторое время, примар решил, что надо опять братана выгнать. После меня надо отметить, что оставался исполняющим обязанности Зибели Николай Петрович, потом был принят на работу Маринов, Коля. Ну, в конце концов, вот, я восстановился, вернулся обратно на работу. Вот, работал я до апреля. Вроде все нормально, в апреле я получил выговор за то, что не отчитался перед городским советом за дизельное топливо. Вот. Это было 8 апреля 13-го года. Вот, о применении дисциплинарного выговора. Был мне объявлен выговор. За то, что я не отчитался перед городским советом за топливо. Значит, почему я не отчитался, я писал объяснительные. Это дело уже, я подал иск в суд. Через некоторое время, уже 10 июля, я опять получил еще одно дисциплинарное взыскание объявлением строгий выговор. В связи с несвоевременной выплатой заработной платы работникам отдела благоустройства. Вот я получил второй строгий выговор за то, что я не уплатил вовремя зарплату. Там просрочка была 2 месяца. Я писал объяснительную, я писал объяснительную прокуратуру. Почему я не смог заплатить зарплату рабочим отделом благоустройства? Потому что, когда у нас был тендер, многие работы не вошли в этот тендер. Например, не вошла работа по уборке парка Победы. Какой тендер вы имеете в виду? Был тендер по благоустройству города, по очистке улиц. Ну, знаете, что... Первый лот выиграла Кишневская фирма, второй по девятый лот выиграли мы, а десятый лот выиграл Йолы Ападжесы по отстрелу бродячих собак. Насколько я помню, Кишневская фирма были обязательны до конца этого текущего года. Да, 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 были. Но самое интересное то, что уборка парка Победы не была включена даже Кишневским лотом. Но представьте себе, что бы творилось в парке, если бы мы не выполняли эти работы. Ну, начинаем считать. Пасха была, убирали парк. Потом 1 мая убирали парк. 9 мая убирали парк. День города убирали парк. И Гагаулская песня была тоже. Мы убирали парк. Мы все время его убирали. Мы старались не запустить. Но эти работы нам Примария не могла оплатить. Вот поэтому она нам не оплатила. То, что она нам оплатила по нашим лотам, лотам, которые мы выиграли со второй по девятый. И эти деньги мне пришлось распределить всем работникам. Хотя требование Примарии было платить только тем, кто убирает улицы. А трактористам не платить, механизаторам не платить. Но эти же люди тоже. И экскаваторщик работал, и те люди работали. Поэтому я не мог не платить. Поэтому то, что перечислено мне тогда Примария, я поделил всем. Ну, получил вот за это строгий выговор. Конечно, я тоже подал иск в суд. Этот выговор тоже буду стараться ее оспаривать. Посмотрим, что скажет суд. Почему так получилось, что по прошедшей с той ситуации с исковым заявлением выплачивала Примария, а не Примария? Вы подавали лично на Примарию иск. Ответчиком кто был? Примария. Примария была, да. Дело в том, что для того, чтобы удержали эти деньги с виновного, то есть с Примара, это надо, чтобы городской совет вышел с этим ходатайством в прокуратуру, и чтобы прокуратура дала решение в суд, чтобы удержать непосредственность виновного. Но так как городской совет на это не пошел, ну, видимо... А была такая процедура? Или просто инициировал даже? Процедуру никто не инициировал, потому что они поняли, что Примара тоже человек, тоже ошибается. Поэтому ему это простили. Я думаю так, что сказали, ладно, уж 50 тысяч мы из бюджета найдем, но забыли предупредить Примара, чтобы он больше так не делал. Но Примар, так сказать, наступил второй раз на те же грабли. Ну, посмотрим, чем кончатся эти судебные тяжбы. Ну, я могу сказать вот с экрана, что я буду бороться, я буду искать правду, но даже если мне это потребуется, обратиться в Международный суд по правам человека в Страсбург. Если мне господа оттуда скажут, хер, братан, гей на хаус, то есть иди домой, значит, так тому и быть. Я думаю, что будет так. В сегодняшнем Вашем иске какие там у Вас исковые требования? По выговорам только, по первым, по вторым выговорам. По увольнению у меня нет пока иска. По увольнению нет. По увольнению нет иска. Я немножко еще по временю. Вы претендуете на то, чтобы аннулированы были эти иски? Нет, чтобы аннулировали эти выговора. Выговора, да. Да, отменили выговора. Потом уже посмотрим, что будем делать с восстановлением на работу. А каких-то финансовых требований у Вас нет в этот раз? Ну, я еще успею. Сейчас только начался процесс, так сказать. Уже было заседание сюда? Было. А, мы ознакомительное, так сказать, подготовительное было. Сейчас я подал прошение, чтобы объединили первый и второй выговор. Ну, посмотрим, как решить суд. В общем, как суд решить, так-то мы будем. А со стороны ответчика кто был? Лично Георгий Арманджилий? Нет, нет, нет. Там только юрист приходит. Еще хочу спросить по той кишневской фирме. Какова ситуация с этой фирмой? Почему? Был расторгнут вообще договор с ней или нет? Как мне объяснили, что с примареей мне в бухгалтерии сказали, что с ними договор расторгнут. В одностроенный порядок, да? Да, да, в сторону, да. И то, что они не выполняют своих обязательств. Но тогда надо было, если с ними расторгнут, надо было опять объявлять тендер. И та оставшаяся часть, которая была предназначена на уборку улиц, она должна была уже идти к тому, кто выиграет следующий тендер. Но примарея сочла, что эти деньги можно сэкономить, а МП ЖКХ своими силами будет убирать эти улицы. Вот что по сегодняшний день делает примарея. Делает ЖКХ ЖКХ, убирает. Как платить? Потом встает вопрос, как же этим людям оплатить? 132 тысячи, вот я вам назвал, за что нам не оплатили. 132 тысячи примарея нам не оплатила. Как я мог людям дать зарплату? Откуда? И пошел долг, и пошло по нарастающей долге. Сейчас долг еще есть. Одним словом, тяжело немножко посмотреть. Они все-таки убирали, по-моему, месяц. Все убирали. Нет, фирма из Кишнева все-таки. Да, фирма два месяца. Два месяца убирала. Она наработала, как мне известно из источников, она наработала где-то на 50 тысяч. 50 тысяч. А вот мне интересует такой вопрос. Мусор, который собирался. Очищали город, куда он свозился. Я знаю точно, что этот микроавтобус они увозили на микроавтобусе. Точно не видели его на городской свалке. Может, закрывали какие-то там ямы в городе. Ну, за городом. Может, какие-то ямы закрывали. Но я знаю, что ко дню победы мы после них, для того, чтобы побелить город, мы после них не ко дню победы, не ко дню победы, а ко дню города, для того, чтобы побелить город, мы после них вывезли 4 прицепа МТЗ-82. После того, как их не отферма убрала, после них мы убрали. Договора с собственником свалкой свалки не было у них не было. С нами договор они не заключили. Я могу сказать, что не надо смотреть ни на партийные принадлежности, не надо смотреть. Если мы хотим городу сделать освещение, если мы хотим городу, чтобы работали светофоры, если мы хотим городу, чтобы была чистота, порядок, на партийные принадлежности не надо. Надо смотреть на деловые качества. И надо помогать, а не стараться как-то, Если так, каким-то языком сказать, подставлять человека или что. Вот это не надо делать. Надо, наоборот, объединить усилия примарии, объединить усилия ВЖГХ. Сейчас стоял вопрос на городской сессии, что отдел благоустройства переведут в примарию. Как это будет? На одной территории будет хозрасчетная часть санитарной очисткой и жилотдел, и на той же территории будет отдел благоустройства, который будет подчиняться примарии и примарийской. Как будут делиться освещения, кто будет платить за освещение, кто будет платить за газ, за отопление, как будут бухгалтеры, что будет с этими людьми, которых надо будет еще сокращать. Не знаю, я думаю, что это очередная головная боль. Примария будет, но и раз примария так хочет, пусть будет так. Спасибо. Что я могу сказать? Спасибо. 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 Спасибо.